Приветствую всех, дорогие друзья! Это новая часть каких-то самых необычных и интересных фактов. Как обычно, будут не просто какие-то рандомные интересные вещи, там просто, что там, не знаю, у машинистов есть специальный прибор, который не позволяет нам уснуть, когда там всё равно не работает, но это не важно. Конкретные факты будут прикреплены конкретным линиям, поэтому их будет у нас целых 15. Что ж, начнём. И, кстати, под предыдущим роликом было очень много комментариев с фактами, которых не было. И, если вы не смотрели первую часть, обязательно посмотрите, посмотрите эту часть. И если вы знаете ещё какие-нибудь факты, то пишите об этом в комментариях, если, конечно, до этого раньше не было сказано. Я вставлю ваш комментарий в видео. В этом видео тоже уже будет несколько фактов, которые подписчики предложили в комментариях. Я их вставлю, вы их увидите. Ну, а сейчас давайте начнём. Большим разнообразием подвижного состава никого не удивить. Но на законческой линии обновления как-то странно пошло. Ведь совсем недавно вместе с Новомосковью до Пусеверной поступили уже повидавшие же на кольцевой линии поезда типа «Русич». Вот так интересно выходит. Обновление не всегда означает обновление на свежей модели поездов. Пожелаем удачи с законческой линией, с её зоопарком. В самом названии замосковерецкой линии заложен её основной смысл. Она связана с Москвой-рекой. Например, на севере она полностью, так сказать, дублирует канал имени Москвы от Войковской до Беломорской. А если идти дальше, то на перегоне Театральной Новокузнецкой она дважды пересекает саму Москву-реку. А ещё в центре – это единственная нормальная линия, заходящая в район замоскворечья. Опять же вспомню название линии. Продолжая двигаться на юг, заметим, что она два раза пересекает Москву-реку ради двух, а раньше одной, станций, автозаводской технопарка. Причём один перегон приходится ехать по Нагатинскому метромосту. Ну и дальше особенности не заканчиваются, ведь она продолжает идти совсем рядом с рекой, даже повторяя её изгибы. Просто присмотритесь внимательнее. Раньше Арбатско-Покровская линия заканчивалась на Киевской, и сквозного участка на запад и северо-запад не было. Удивительно, центральный участок был, а вот радиусного участка не было. Такой вот небольшой феномен от московского метрополитена. На Филёвской линии уходят самые необычные составы Москва. Так, у них есть кнопки, которые нужно нажать для выхода, и самое главное, они нужны и работают. А в головных вагонах сидения расположены совсем нетипично, почти как в пригородных электричках. Так что, будете там, имейте в виду, можете прокатиться, скажем так, с нетипичной посадкой. На Кольцевой абсолютно все станции пересадочные, а ещё самое большое количество пересадок на другие линии. Кто-то скажет, что за глупость, это и так понятно. Но, ладно, если вас это не устраивает, добавлю ещё один факт, он, кстати, из комментариев. Кольцевая линия – самая глубокая линия среди всех московского метрополитена. Юго-западный участок Калужской Рыжской линии идёт вдоль одной улицы, профсоюзной, шагом в 1-2 километра. И только рядом с МКАДом заворачивают район Яснево. Из-за такого маленького расстояния между станциями страдает средняя скорость, поэтому ехать по этому участку дольше, чем могло бы быть. Хотя он очень прямой, и расстояние от того же тёплого стана намного меньше, чем от Анина, например. Но, как вы можете видеть, время в пути абсолютно одинаковое. Единственная станция метро, которая имеет выходы сразу в три города – Котельники, Люберцы и Москву, а конкретно в район Выхина, Жулебина и Юго-Восточного административного округа – находится на Таганско-Краснопресненской линии. А потом у нас вопросы – откуда такая плотность и нагрузка. Солнцевский радиус Калининско-Солнцевской линии – самый первый из всех линий МЭС-метро доберётся до аэропорта Внуково и будет с ним связан пересадкой. Будем только надеяться, что в будущем, когда территорию Рассказовки застроят более плотно, не будет такого же коллапса, как на Таганско-Краснопресненской линии, ведь Калининский радиус уже перегружен. Если такая же ситуация будет на Солнцевском радиусе, то совсем скоро надо будет решить проблему с перегрузкой жёлтой ветки. А что будет с Арбатско-Покровской линией, тоже никто не подумал, ведь его Внуково метро построят быстрее, чем центральный участок Калининско-Солнцевской линии. Но, конечно, плюс в этом есть – наличие этого самого метро и связи с остальным городом через метрополитен. Серпуховско-Темирядевская линия – одна из немногих новых линий, которая была построена сначала южным радиусом и потом центральным участком, а не с помощью системы – два радиуса до кольцевой, а центральный участок потом. До недавнего времени Люблинско-Дмитровская линия была единственной полноценной линией, где постоянно эксплуатировался состав Яуза. Заметь его можно было даже на Новой Селигерской, но после аварии перед самым закрытием Каховской линии его убрали, якобы из-за технических неисправностей и проблем с безопасностью. Правда, что ему мешало ездить до этого, никто не говорит. БКЛ, имея сначала самый маленький участок от Каховской до Каширской, станет самой большой линией среди всех в Московском метрополитене. Ну и в мире, кстати, тоже. Расстояние между Бутовской и Сокольческой линией на юге составляет всего 4 километра, но если у вас появится желание добраться от Коммунарки до Буинской аллеи, то на метро вас это займет как минимум полтора часа, ведь между ними нет прямого пути, даже после продления до Новомосковской она не появится, хотя, возможно, появится. Пока планы об их связи с помощью пересадки достаточно туманны. Вся производственная документация о поездах, эксплуатирующихся на Монорельсе, была утеряна, и теперь просто невозможно построить еще новые такие составы, хотя бы для ремонта вагонов. По этой причине в 2017 году был введен экскурсионный режим. Количество активных составов уменьшилось, и часть отправилась просто на донорство для еще живых поездов. МЦК было построено еще до революции, поэтому раньше это было своеобразным МКАДом. Поэтому при расширении Москвы в 50-е года, границей стала МЦК. Вот вам карта для наглядного примера. И действительно, обратите большое внимание на архитектуру и устройство улиц внутри МЦК и на его внешней стороне. Это что же получается за Шесталинская Москва, Москва внутри Московского центрального кольца? До 2020 года Некрасовская линия была самой маленькой и единственной линией, полностью находящейся за МКАД. Сейчас самая короткая ветка, конечно же, Бутовская. Что ж, спасибо всем за просмотр. Если вы еще не видели первую часть данной рубрики, то можете кликнуть по подсказке, она сейчас снова появится. Ну а если вы также уже все-все-все это знали, а у сочинений как неудил, обязательно напишите об этом в комментариях. Я тогда постараюсь находить какие-то менее очевидные вещи, чтобы прям всех-всех удивить. Но суть не в этом. А в том, если вы все-таки знаете что-нибудь интересное, и этого не было озвучено в двух роликах, то напишите об этом в комментариях, и если это был достаточно интересный факт, то я обязательно вставлю вас в видео. И, конечно же, поблагодарю, и, конечно, сейчас хочу благодарить тех, кто написал часть фактов под предыдущим роликом. Спасибо всем за активность, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok